Покаяние и исповедь Я могу вспомнить самого себя В студенческие годы, будучи студентом Московского университета, филологом, занимаясь в библиотеке Вдруг случайно увидел книжечку На ней были написаны не слишком понятные на первую для слова мытарства блаженной Феодоры Есть такая книжка, весьма интересная для исследования Церкви Божьей была открыта судьба души вот этой самой Феодоры Жившей в позднем средневековье по исходе из тела И когда передо мной открылась эта книжка, у меня загорели щеки Я забыл все и вся вокруг себя Потому что восходя к престолу Божьему От одной заставы к другой мытарства Те заставы, где падшие духи, демоны Выходят как таможенники И высматривают, нет ли чего в душе Чем они могут поживиться Неизжитые страсти, неисповеданные грехи И вы знаете, до закрытия библиотеки сидел и выписывал Выписывал все по пунктам Потому что многое соответствовало моей Еще тогда юной, но не совсем прекрасной жизни И помню, как с этим кондуитиком Я не без борьбы внутренней Пришел на испыть При том, что какой-то вкрадчивый голос мне внушал Куда ты идешь Как священник посмотрит на тебя Что он скажет, узнав о тебе вот это А вот теплый ветер благодати Как я сейчас понимаю, подталкивал Только сегодня, не днем позже Пусть весь мир осудит Но не ты, Господи И сердцем я не обманул И действительно священник Упокой, Господи, его милостивую душу С таким терпением Выслушал мои откровения Которые жгли язык, совесть, сердце Однако, вы знаете Выйдя по ступенечкам вниз Спустившись после этой исповеди Я познал, что Бог не просто есть А что Он своей благодатью присутствует в нас Был такое ощущение Что тело стало легче весить И как будто все сочленения кости Очистились от каких-то шлаков Но самое главное Всех хотелось любить Все были такие симпатичные, светлые Теперь я убежден, что оптимистическое Жизнеутверждающее Мироощущение У христиан Рождается именно После очищения совести Продолжение следует...